Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 885. События дня. Третье царство, 14, 6. Я грозный посланник тебе. 19 мая 2018 года. Вот тут оформлено, что смотреть. Серахов, 37, 2. Не если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. Третье Иоанна, 1, 4. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Псалом 3, 2. Господи, как умножились враги мои. Многие восстают на меня, многие говорят, душе моя, и нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Премудрец Соломона, 2, 15. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот. Ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Наталья Высатая. Никите категорически нельзя жениться, потому что его характер приведет к распаду семьи. Владимир Г. Игнатий Тихонович, мир вам, вы отец мой духовный. Новые люди приходят. Наталья Чернова. Мир вам, Игнатий Тихонович. Подскажите, пожалуйста, состав первой витаминной зелени. Я подзабыла, запишу себе. Ну, это у нас она была здесь, отдыхала с сыном своим, Илюшей. Отвечаю, за малым исключением, вся зелень где-то и как-то оказывает благотворное влияние на организм и всех существ. Как Василий Великий говорит, что хотя Бог людям дал всю зелень, но не белены же мы объелись, чтобы есть белину, а трава ядовитая. Так и насчет животных других. Потеряевки вокруг весной на первых порах буквально повсюду растут витаминные. Это дудомная крапива, слезун, лучок, перо. Одуванчик, репей, лопух. Вскоре листья капусты, свеклы, чеснока. В городе листья ревения. Добавляю головки лука, репчатого чеснока. Все промыть, мелко нарезать, перетолочь в кастрюлю и подавать к любому блюду. Вот еще как. Ну, бывает что-то еще растет тут такое. Кто-то пишет. У Вас в названии, в виде ответа, стоит дата. То есть, если я прислал вопрос 18 мая, то в виде ответ нужно ждать с названием, в котором прописана дата 18 мая. Я правильно понимаю? Отвечаю, не всегда так, но примерно рядом может быть. И отвечаю не на все вопросы, потому что некоторые уже были и не раз. А некоторые не представляют никакого интереса. Все про свои недуги, разводы и неурядицы. Даже так пространно, как на исповеди некоторые на измор берут священника. Вот вчера в события дня приехал отец Аким из Потеряевки. Все рассказал, как там было, как там они живут. Ну, день тут я в интернете все время. В пять часов началось богослужение вечернее. А сегодня-то я это в воскресенье уже даю ответ. Посмотреть наши ресурсы. Это вот мой мир, как выглядит Гея с Голубем. Там у нас другой запасной еще есть. То не трогать. А именно вот этот листик. Тут легко переписывается. Да, наверху от Кистине 2, Майл.ру. Это адрес, куда писать. Ну, очень удобная система. Ну, и православный форум. Кажется, только недавно начали. А уже 3024 день. 1600 тем. Ну, материал большой, огромный. Я одно время им все занимался. А сейчас даже не так поглянешь, когда что есть. Главное у меня был тогда... Вот мой мир, Майл.ру. А потом форум. А теперь видеоканал православный. Вот здесь теперь это главная моя работа. Приходят люди. У нас очень большой ресурс. 11100 роликов. Вот так сунутся кто. Не сразу найдут, что ему надо. Но тут плейлисты. Надо просто приспособиться. Это «Жития святых» и «Григорий Сковорода». Мало того, Сковорода, так... Григорий Дещенко тут еще есть. Показать хотел. Сегодня. Ну, ночью еще просмотр. Интересно. Спят, видно, везде. Просмотров почти нет. Возвращение Библии 30. Всего с человек зашло. Вот. Изучение Библии. Это вчера вот было. Ну, там побольше маленько. Но материал выставлен. Дается. Кому надо, не надо там. На это смотреть как. Больше и больше. Вот. Ну, что тут такое? Это у меня там такое. Разбор идет. А тут что-то я не вижу, где у меня. Во свете Библии. Вот оно где. Православный библейский сайт. Такое название. Православный и библейский. Это вещь, говорит, несовместимая. Вы что балуетесь-то? Да нет, тут у нас именно такой. Самое ценное – это вопросы. 4024. Ну, и вот сейчас вышел я на… Просто еще раз покажу. Вот оно где. Вот тут 55 папок вот справа. Какие названия их. Ну, вот сейчас начал смотреть. Разбор выступлений. 41-ое. Это очень-очень большой материал. Просто большой. Вот я воткнусь сейчас. Вот оно теперь идет. Чье выступление понравилось больше? Разбираю выступление. На вопросы отвечает Максим Козлов. Патриарх Алексеев II, Юрасов, Гумеров. Тогда был митрополит Кирилл, сейчас вот патриарх, который пил акта здесь. Иоанна Кронштадтского. Воспитание детей. Ну, то есть пособие по изучению Евангелия от Марка. Это вооружает противосектантское. Ну, очень большой, огромный материал. Разбор. Разбор, значит, разбор. Помаленьку начинаю переходить. Вот. По порядку сейчас буду показывать. Вопрос. 2766, 13-й том. Пять вопросов. Мирские партиальные газеты помещали речь патриарха Алексея II ко дню победы над фашизмом. В чем его послание расходится с евангельским духом? Ой, 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 это мне вопрос задают, я в университете. А у нас контингент там был разный-разный. Представители краевой администрации, районных, и милиции, и КГБ, ФСБ, и кого только нету. То есть, такой вопрос, ну, это не просто так. Это я в каком-то пяти университетах, институтах вел занятия? По радио. У меня было три радиопрограммы, одна вживую, онлайн называют. Ответ. Все послание нет смысла передавать, но некоторые его частей можно частично коснуться. Алексей II. Ну, как это не раз бывало в отечественной истории, именно в военное время с особой силой проявляются замечательные черты национального характера нашего народа, его лучшие качества веками, воспитывавшиеся в нем нашей святой православной церковью. То есть, полюбите нас, какие мы хорошие. Я отвечаю, о Боге речи нет. Нет и намека, она суровая, она справедливая, возмездие Божьей за грехи, которые в военное время только усилены яростью и взаимной злобой. Иеремия 49, 14. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать, соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну. Осия 10, 10. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Да, Бог говорит против своего избранного народа израильского. Но мы свободно берем на себя. Война всегда есть бич Божий, гонящий к Богу отступников от Иеговы. Вот так я его комментирую. Алексей II. Ридигер. КГБ-вская кличка Дроздов. В первый же день Великой Отечественной войны церковь в лице местоблюдителя Патриаршего престола митрополита Сергия благословила защитников священных рубежей отчизны, благословила грядущий общенародный подвиг. И затем на протяжении всех суровых военных лет священноначалия духовенства и миряне русской православной церкви вносили свой посильный вклад в дело борьбы с вероломным и безжалостным врагом, духовно противостояли бесчеловечной идеологии фашизма, как будто человечная идеология коммунизма была. Я отвечаю. Матфея 5.44 Патриарх ни слова не говорит о том, что если бы жили по закону Божьему, то ни Сталин, ни Гитлер просто не родились бы, и утробы их матерей были бы для них гробом. Да они могли бы даже не зачать. Исайя 8.3 И приступил я к пророчице, и она защила и родила сына. И сказал мне Господь, нарекуй ему имя Магер Шелал Хашбас. То есть спешит гробеж, ускоряет добыча. Алексей 2. Значительная часть населения нашей страны, несмотря на годы репрессий и попытки тотального господства принудительного атеизма, осталась православной, верной заветам и традициям предков, идеалом Святой Руси. Эти люди – военачальники, рядовые воины, труженики тыла и партизаны – рассматривали свое участие в грозных событиях военного времени как религиозный долг, как исполнение данного церковью благословений. Эти слова можно рассматривать как бред неверующего коммуниста, а не руководителя церковного. Если бы восстал пророк Божий Еремия даже сегодня, то не сочли бы его психически больным, а войну расстреляли бы, не доведя до тюрьмы, за слова, которые он говорил, призывая сдать город и страну без боя врагу. Война – это лекарство от Иегова за безумие жизни греховной. Иеремей 38.4 Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия, то есть никого нигде нету. И нету ни военачальника, ни одного в войну, которые были у Перемаршалов, ни Сталина, ни у Гитлера, никого нету. Как будто ничего не было. История перелеснула страницу. Все, Алексей II говорит, забыв о личных трагедиях и перенесенных страданиях, о своем положении граждан второго сорта, а они поистине взошли на высокую ступень христианского сознания и явили себя верными чадами Церкви Земного Отечества. «Верующий народ в годы войны подтвердил, что он хочет быть православным и в то же время сознавать Советский Союз своей гражданской родиной. В годы Великой Отечественной войны, в годы духовного возрождения нашего народа, после долгих лет господства безбожного режима, как заговорили-то». Я отвечаю, слова из-под куколи не пропитаны благодатью Библии, а они пронизаны духом мира сего прелюбодеянного и грешного. Никакого покаяния и тем более возрождения не было. Это все дым и туман духа лжи из патриаршего рта. Так сказал бы любой пророк. Третья Царь, 22-23. «Он сказал, я выйду и сделаю с духом лживым в устав всех пророков его». Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в устав всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Алексей Второй. На наш взгляд, этот феномен военных лет требует особо пристального изучения и внимания со стороны современных исследователей. Есть эти возможности и у тех, кто посвятил себя изучению истории русской православной церкви периода Великой Отечественной войны. Мы призываем их бережно и скрупулезно отнестись к своему труду, избегая поспешных выводов и мифотворчества, представляя исторические события, сыгравшие огромную роль в истории Отечества и нашей православной церкви, во всей полноте и истине, прежде всего для того, что у подрастающего поколения россиян не только обладало объективной информацией, но и обретало в событиях минувшего нравственного ориентиры и примеры для подражания. Отвечаю. Вот это-то и я делаю, рассматривая речь патриарха и саму войну во свете Библии. Иеремия 6,16 Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Пристальным может быть изучение истории только там, где Бог просвещает тьму ума. Иеремия 2,10 Ибо пойдите на островах и Тимск, и посмотрите, и пошлите в кедары, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное всему. Гитлер добивался уничтожения Советского Союза. Но так как покаяния не было, то уничтожение империи, зла, империи лжи, пришло мирным путем через Горбачева и Солженицына. Плач 4,47 Ужас и яма, опустошение и разорение – доля наша. Исаиат 24,17 Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Ужас и яма, и петля. Говорит, это первая, вторая, третья мировые войны. Так считают. Более бездарно проведенной войны не было у русских. За каждого нем соплотили шестью русскими трупами. Понятие о независимости страны есть понятие только духовное. Живут же русские ныне в Германии, не управляя той страной, и живут многократно лучше «свободны» в кавычках на родине. Апостолы ни слова ни в одном послании не промолвили о независимости Израиля от римской оккупации, а о том трубили лжепатриоты, погубившие затем и всю страну свою. Поднимали восстание с партизаншина, сикарьи, зелоты, убийцы из-за угла, вызывали новое гонение, подряд все гибло, заложников хватали. Исайя 29.5 Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся плева Микина. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Как вот перестройка, раз и нет Советского Союза. Ночью там полупьяный правитель подписал Беловежской пущи. Все. Безумствовали целое столетие с революциями и с войнами. В этом участвовала и церковь, не уча своих прихожан. И вновь вернулись к исходному рубежу, лежим на помойке истории. Иезекииля 38.15 И пойдешь с места твоего от пределов севера. Ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. Патриарх Библию не считал разве? Хотя бы однажды. Иначе он был проклят, проклял свой доклад, возопив Евгений 4.26. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Патриарх грубо обольщает народ, играя на чувствах патриотизма и земных мудрований, презирая слова Вечной Библии. Иеремия 29.8 Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снова ваших, которые вам снятся. Яков 1.14 Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Доверие тот тип не вызывает, жестикулирует не так, не то кривляние. Организация у них не с тем названием, с ним поменяться не хочу ролями. Так говорит в курятнике петух, и, может, прав всего наполовину. Встречают по одежке взгляд на перо и пух, как часто осуждаем мы невинных. Таинственную душу можно скрыть до времени слащавыми словами, в пасть захватив и сдать довольный рык, что будет с голодающими нами. Что в человеке знает только Бог, и дух, сроднивший человека с плотью. Искариот в доверие втереться смог, а позже всех апостолов проглотит. Доверие сближает и роднит. Оно же и погубит не однажды. Казалось многим, что нашли родник, избавились от поисков и жажды. Но оказалось, что на дне змея, все выпившие в мучениях окалели. Наносят в общину таких, что не понять, какие выкинут при случае коленца. В молитве и посте с советом близких приходится разгадывать бодучий рог, разбору подвергать малейший признак, который высветит через немалый срок. Писание и жизнь в согласии с ним поможет зря не осудить невинных, с размаху не рубить, как топором мясник. И не насаживать на вертел и на вилы. Доверимся Христу, воскресшему живому. В его сообществе разоблачим себя. Личины снять пред ликом Иеговы. В нас подозрительность с доверием сидят. 3 мая 2005 года. Игнатий Лапкин. Вот я по одному вопросу тут вытягиваю. Они уже у меня пройдены. Вот перетянуть теперь надо. Разбор в другую папочку. Вопрос 2862. 14-й том. Открытый боком. Чье выступление вам больше всего понравилось за круглым столом, проводимым по теме религия против экстремизма в средствах массовой информации? Я на всех присутствую. Городская администрация всегда приглашает. Конгресс интеллигенции был. И везде дают выступать. Но всем заметно. Всем после 10 минут, мне только 5. Ответ. Мне неприятнее всего слушать выступления не только здесь, а и на любых конференциях патриархийных священников. Сергеянцев в анфасы в профиль. Что-то подмазывающееся к существующему, к заказу. Это же видно было и в других выступлениях у мусульман, сектантов. Власть сжигнула к заранее запланированному. Ну вот вышел 32-летний, рослый, бритый человек. И слова его мне сразу же понравились. Потом я нашел его по телефону. И он сказал, что у него есть все 12 томов, открытым оком нашей книги. Тогда было только еще 12. За науку газета 3 ноября 5-го года, страница 2-я, круглый стол, религия против экстремизма в СМИ. Виталий Сорокин. За в кафедре истории государства и права юридического факультета Алтайского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. В законе под экстремизмом понимается в том числе возбуждение религиозной розни, унижение национального достоинства, подрыв безопасности Российской Федерации. Со строго юридических позиций, это он говорит, под заблуждение религиозной розни подпадают все конфессии. Само слово «рознь» слишком обтекаемо, чтобы быть точным и конкретным. Различные конфессии по-разному представляют себе смысл жизни, и это уже повод для розни. Чтобы этой розни не было, должна остаться либо одна конфессия, либо их вообще быть не должно. Во всех остальных случаях рознь – это различия в религиозной сфере – будут сохраняться. Религии вообще в мире не существует. Есть конфессии, есть сектанты, раскольники. Все они не согласуются друг с другом. Консенсус между ними заведомо обречен и бесперспективен, как невозможен диалог между Богом и дьяволом. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света с тьмою? 2 Коринф. 6.14. Мнение много, но истина одна, стремящаяся к консенсусу, вольно или невольно стремятся выхолостить истину, поделить ее и раздать маленькими фрагментами всем желающим. Экстремизм есть целенаправленное разрушение духовной, геополитической, экономической или иной целостности и безопасности традиционного сообщества людей, государства и личности. Актуальное значение имеют обнаружение форм экстремизма в религиозной сфере. Завалерный характер носит такая форма экстремизма, как экуменизм. По существу это процесс насаждения единой мировой религии при устранении большинства традиционных конфессий. Прежде всего, нетерпимостью его сторонников к любым традиционным ценностям. Прежде всего, государству и церкви, национальной системе образования, конституту семьи. Итогом экскуменизма должен явиться этакий человекоподобный муравейник, зомбированных существ, построенный по типу Вавилонской башни. Все связанное с экуменизмом унижает национальное достоинство народов, проживающих в России, и потому является формой экстремизма. Нация без собственной культуры существовать не может. Это все Виталий Сорокин, доктор юридических наук, говорит. А вакуум 2.11. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Лука 19.40. Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. События подперли, не впродых, со всех сторон нас давит неприятель. Хватают, тащат нас, друзей и родных, и долбит свой епископ, словно дятел. В плен вавилонский бог направил нас, и нечего дерзить и огрызаться. Давно плелась патриархия снасть. Заброшено нас ловят, словно зайцев. Кто знает персию, разведал, огласил. Но вспыхнет благовестие персам, и, может, за хрома оттуда колоски собрать придется возрожденным сердцем. Пророк Иеремия плакал и рыдал, почти в истерике кричал, не был услышан. Народ ограбили и отослали вдаль. В своем дому вдруг оказался лишним. Настойчивый день изо дня стучал. Бог Саваов грозился так сурово. Командировку выписал и выдал в печать. В плен. Только в плен. И подпись. Иегова. Пыль поднималась в маре веездное, скрывала навсегда родимый дом уют. Пот застилал глаза, шагая с палец стоя. И не присесть, иначе здесь убьют. В дыму надежды на свои войска уже казненные. Зверье растащит трупы. Нам руки связаны и дуло у виска. Все проще в раз оказалось хрупким. Толкают нас, влекут к соединению с патриархией Сталинской прогнившей. Где главный идол? Деньги, деньги, деньги. Синод разбойничий, где на бекрени крыша? Ложь, клевета, невежество толпы. Презрение к истине и к Библии чудесной. К ним в плен влекут епископы, попы. На вербах арфы наши. Теперь нам не на песен. 3 ноября 2015 года. Немножко хотя бы показать, как делается в папочке. Вот он. А другой цифры. Один. Вот осталось меньше. Это прочитать еще. Кальмаев Михаил Никите пишет. Для Никиты нет. Это батюшка попросил вчера снять отдельно. Нет авторитета в общине. И даже Игнатий Тихонович, уж тем более, он не ученик его. Почему не ученик? Потому что не учится. Не учится. Потому что его пытается научить Бог через Игнатия Тихоновича и братьев. Никита сам себе авторитет и сам себе учитель и ученик. Учеником Игнатия Тихоновича можно смело назвать Володю Пащенко, Сергея Пупкова, Нину Александровичу Жолнирову, Игоря Добунова и многих других. Плохие они ученики или хорошие, не мне судить. Но по ним и по их повелению ясно видно, что они именно как ученики замечания принимают и рассматривают свое поведение в свете этих порой очень неприятных замечаний, стараясь исправиться и не повторять своих ошибок. Делают они это искренне, борясь со своими какими-то наклонностями и привычками, на которые Игнатия Тихоновича обращает их внимание. Он ведет кропотливую работу с этими душами, часто непонятную постороннему зрителю, но понятную ему как учителю и понятную его ученикам. А любая фальшь разрушает весь этот труд до основания. Никита сам себе на уме, и он не учится, а только приспосабливается и не пытается даже в малой степени последовать советам и замечаниям Игнатия Тихоновича, чтобы изменить себя, сломать свое «я». Не потому что этого хочет Игнатий Тихонович, а потому что это мешает следовать за Христом, мешает спасению души. Никита значительно опаснее Романа. Роман, несмотря на все свои завихрения, был проще. А Никита очень властолюбив, жестокосерный, и он старается скрытно все делать, не афишируя свои цели, стремления и желания, в которые открываются со времени, уже частично открылись. Он не стал учеником, не стал ничего в себе менять и бороться с этими очень опасными своими наклонностями. Эти страсти ведут в нем свою разрушительную работу. И слава Богу, что все открывается сейчас, пока живы Игнатий Тихонович, отец Аким. Конечно же, очень жаль его. Но у него было время посмотреть на себя со стороны и измениться, стать по-настоящему учеником Христовым. Но духовно, ленивому человеку, да еще с такими страстями, которые он не желает в себе уничтожить, невозможно стать учеником Господа нашего Иисуса Христа, потому что жился с ними и полюбил их. Вот это абсолютно точное слово, которое сказал брат Михаил Михайлович Кальмаев. Ну, на этом все сегодня.